Гандам Сид словно бальзам на душу, оказался крайне приятным произведением. Немного вторичным, но бы конфликт и завязка цитируют Гандам 79 года, но это мелочи. Сериал достойный. Что могло пойти не так в своем прямом продолжении. Приветствую на канале, это Тим и все пошло не так. С Гандам Сид, Достинни. События сиквела стартуют через пару лет после финала предыдущего сериала. Мир в равновесии. Новый правитель план, человек вроде бы адекватный и достойный. Орб обосновался на земле и Кагари, будучи его главой, деградировал до состояния невменяемой овцы. В Гандам Сид это была самоотверженная, преданная идеалам Орбы и относящаяся к натуральным и координаторам без предубеждений, девушка. Далеко не глупая и проницательная. По итогам находящаяся в отношениях со Сураном Зарой, другом главного героя. Тут же у Кагари внезапно жених и свадьба на носу. Причем это абсолютно унылый, мерзкий, стереотипный мудак. Да, бедняжку заставили. Она всего-навсего правитель государства. Окей. Ее заставили. Присоединить Орб к Альянсу. Землянами и расистами, потому что иначе государство будет уничтожено. Как и во время прошлой войны. Вот только Орб в той войне победил. Одолел две другие стороны конфликта. А если бы присоединился к одной из них, то проиграл бы. Да и все человечество могло быть уничтожено. Так что ставя в негативный пример отца Кагари, министры вели себя крайне тупо и неадекватно. Мол, Орб должен отказаться от своих идеалов ради защиты своих идеалов. Но разве это не значит, что придется истребить часть своего населения? Ибо земные власти расисты, а в Орбе полно координаторов. Ха, плевать. Нужно максимально тупо и мерзко исказить характер персонажа. Причем не только этого. Асурран деградировал до состояния начала прошлого сезона. Он просто посещая Планты решает присоединиться к Завт и их армии. И это вообще как? Разве он не гражданин другого государства? Плевать. Окей. Он считает, что нынешний глава Плант не злодей, как прошлый. Но этот не злодей внезапно создал двойника бывшая Сурана и нынешней девушке Кира Имата Лаксас Кляйн. Сделал из нее поп-звезду и заставил полуголой прыгать по сцене в целях пропаганды. Вот ни разу не подозрительно. Верно? Когда Киров сказал, что, мол, оригинал, пытались убить координаторы до зубов вооруженной новейшей техникой. Очевидно, часть регулярной армии. И тот ответил, ну, это, новый председатель не может быть плохим, он, он сам мне сказал, я не вижу причин не верить. Ох. А не было ли примерно того же разговора в Гандам Сид? Был. Тут есть момент, когда Кира якобы погибает, но оказывается жив. Как и в Гандам Сид. И здесь имеется аналогичный момент с Асураном, как и в Гандам Сид. Как и в Гандам Сид, Асуран шокирован, узнав, что глава плант – злодей. И присоединяется к Кире, как и в Гандам Сид. В финале злодей использует ёба-пушку, но Кира и Асуран его останавливают. Этим заканчивается как Сид, так и Сид Дестини. Но с чего начинается? С того, что на место, где хранятся новейшие гандамы, нападает небольшая диверсионная группа. Главный герой садится в грёбаного робота и… стоп, опять серьёзно? А нападающих всё ещё возглавляет блондин в маске. Как же это достало! На справедливости ради отмечу отличия. Нынешний главный герой – Шин Асука, военный в кои-то веки. Ну хей, угадайте, будет ли он путешествовать на небольшом, но невероятно продвинутом корабле, который точь-в-точь как корабль из Сид? Первого Гандама Зеты, Дэбл Зета Виктории? Ответ очевиден. Но снова отличие от прочих гандамов, их тут так мало, что за каждое цепляется глаз. Шин Асука поначалу кажется главным героем, но после внимания в не меньшей мере уделяется Асурану и Кире. И Шин воюет на стороне злодеев, что несколько обескураживает. Но внешность главного героя… Это та же моделька, что у Киры и Асурана, только глаза и волосы другие. То же самое можно сказать о его любовном интересе, которую просто спутать с Кагарри, потому что обе – блондинки с одинаковыми лицами и короткими волосами. Однако любовный интерес главного героя – улучшенный человек земного альянса. Она психически нестабильна. Герои влюбляются до того, как узнают, что враги… После протагонист побеждает возлюбленную на поле боя, спасает ее, но в итоге она снова оказывается в стане врага и погибает у него на руках. Этого не было в Гандам Сид, признаю. Но было в нескольких гандамах универсального века. Шин – истеричка. Ненавидит Орб, потому что сам родился в нем, но вся семья погибла во время войны. И это Орб во всем виноват? Не Плант и земная федерация, развязавшая войны, а Орб, который не захотел присоединяться ни к одной из сторон, проводя геноцид либо натуральных, либо координаторов. Вот же сволочи! Нам тут якобы раскрывают истину о том, что за конфликтом натуральных и координаторов стоят торговцы оружием, которые и создали российскую группировку «Голубое небо». Но конфликт именно в Сид Дестине затеял новый глава Плант. Так что его слова лишь обманка для наивной публики. Никакой неоднозначности тут нет. Есть хорошие, есть плохие. Появляются многие второстепенные персонажи из Сид. И есть еще один клон, как и в Сид. На сей раз это друг Шина. Но-но-но, кто же этот блогнит в маске? Второй клон? Или... Или. Это один из второстепенных персонажей Сид – Мулафрага. Все клоны его условные братья, ну или отцы. Ведь именно материал отца этого персонажа был использован. Не суть. Мулафрага героически погиб в последнем бою. Его тело должно было расщепить на атомы, но он выжил. Каким-то образом. Его нашли ученые земного альянса, стерли память, зомбировали. Поставили во главе зомбированной группы улучшенных подростков. Сомнительная идея. Но сила истинной любви пробуждает запрятанные воспоминания. Если «Гандам Сид» был сериалом хорошим, немного заимствовавшим у франшизы, то Сид Дестини – воплощение вторичности. Он плюет на многое, что было в предыдущем сериале, копируя его и искажая характер персонажей. Дестини хуже во всем. Более того, сериал абсолютно бесполезен, потому что в нем все заканчивается так же, как и в Сид. Планты Федерации снова заключают мир. Орб – нейтральная уравновешивающая сила. То есть ничего, кроме кучи смертей, это аниме не принесло. Есть Авашка, которая является расширенной версией финального эпизода, но ничего особенного из себя не представляет. Ее трехсерийная ОНА – Старгейзер. В целом неплохая и раскрывающая тему бытия маленького человека на пороге большой войны. Меня несколько печалит тот факт, что сиквел Сид оказался слабее, вторичнее и во всем хуже первой части. Что ж, пришло время попрощаться с еще одной вселенной «Гандам», приглядываясь к следующей. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok